МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На место происшествия были направлены 10 расчетов спасателей и пожарных в количестве 60 сотрудников Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Прибыв к месту назначения, они установили, что из подвала лицея Ливи-Уделяну дым и пламя. Отметим, что более 1900 детей были эвакуированы учителями, а спасатели и пожарные эвакуировали ребенка и преподавателя из зоны риска. На данный момент, по оперативной информации, никто не пострадал и никому ничего не угрожает. В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям добавили, что все обстоятельства происшествия и причины возгорания будут установлены в ходе расследования. Министерство обороны подписало контракт на покупку нового радара. В ведомстве заявили, что он поможет улучшить контроль за воздушным пространством страны. Согласно сообщению для прессы, система будет приобретена при финансовой поддержке Евросоюза. Глава Минобороны Анатолий Носатый поблагодарил партнеров ЕС за вклад в укрепление обороноспособности, отметив, что подобные проекты будут продолжаться. Напомним, в октябре 2022 года, когда три российские ракеты пролетели через молдавское воздушное пространство, атаковав Украину, Носатый подтвердил, что в Молдове нечем защититься от подобных типов вооружения. В прошлом году наша страна приобрела во Франции современный радар примерно за 14 миллионов евро. Но два месяца назад, а также вчера, в Уконештах были обнаружены фрагменты дронов, в связи с чем власти заявили, что радар может обнаруживать только объекты, летящие на высоте от 2000 метров. В прошлом месяце министр обороны сообщил о том, что во Франции будет приобретен второй радар за 20 миллионов евро. Следующим шагом станет покупка системы обнаружения и поражения воздушных целей, сообщил Носатый для радио «Свободная Европа». «Очевидно, что мы не можем ограничиться только контролем воздушного пространства и возможностью иметь систему раннего предупреждения, то есть оповещать граждан об опасности», — сказал чиновник. Следует отметить, что власти тратят миллионы евро на оборонный сектор, а на пенсии и социальную помощь денег, по их словам, нет. Так, в начале этого месяца пенсии были проиндексированы на 6%, что в среднем составило 262 лея. О высоких зарплатах в ряде госпредприятий говорили на заседании столичного Монсовета. Советник от партии «Национальное альтернативное движение» Валентин Чеботарь зачитал декларации о доходах ряда руководителей, согласно которым директор Наре получает более 1 миллиона 300 тысяч леев в год. Примерно столько же зарабатывает глава госпредприятия Крикова. А самая высокая зарплата за 2023 год свыше 2,5 миллионов леев у бывшего председателя Национального банка Молдовы Октавиана Армашо. Валентин Чеботарь заявил, что в условиях, когда сотни тысяч пенсионеров живут на суммы ниже прожиточного минимума, некоторые государственные служащие получают из бюджета страны огромные зарплаты. Мы являемся свидетелями самого большого социального неравенства за всю историю Республики Молдова. Это социальная катастрофа. С другой стороны, есть государственные служащие с огромными зарплатами. И это не министры или депутаты. Сегодня директор Наре ежегодно получает зарплату в размере более 1 миллиона 340 тысяч леев. То есть его ежемесячная зарплата превышает 111 тысяч леев. Годовая зарплата директора Национальной комиссии по финансовому рынку свыше 1 миллиона 150 тысяч леев или 96 тысяч леев в месяц. Его заместитель получает больше 830 тысяч леев в год или 69 тысяч леев в месяц. Глава НБМ в 2022 году получил зарплату на сумму, превышающую 1 миллион 960 тысяч леев или почти 163 тысячи леев в месяц. В 2023 году председателю НБМ повысили зарплату до суммы более 2,5 миллионов леев, что составляет 213 тысяч 805 леев в месяц. Это эквивалентно примерно двум сотням пенсий. Глава Молдатса получает зарплату в размере 1 миллиона 383 тысяч леев в год или 115 тысяч леев ежемесячно. По словам местного избранника, высокие зарплаты и у представителей других госструктур Валентин Чеботарь утверждает, что член Наблюдательного совета Молдова-Газ получает ежегодное вознаграждение в размере 1 миллиона 766 тысяч леев. Ежемесячная зарплата руководителя компании радиокоммуникации более 52 тысяч леев. Глава госпредприятия Крикова зарабатывает 1 миллион 317 тысяч или 109 тысяч леев в месяц. Член Наблюдательного совета Национального банка получает в месяц почти 97 тысяч леев. А зарплата директора Государственной дорожной администрации составляет 60 тысяч леев. Советник сравнил представленные цифры с зарплатами и пенсиями, которые получают рядовые граждане. У директора школы со стажем более 30 лет. Есть такая зарплата или нет? Конечно нет. Зарплата около 15 тысяч леев. Пенсии проиндексировали на 6%. В прошлом году вместо 30% согласно уровню инфляции проиндексировали всего на 15%, потому что у нас нет денег. Отметим, что с 1 апреля средняя пенсия увеличилась на 262 лея. Сумма повышения состоит из уровня индексации пенсии на 6% и корректировки величины пенсии в соответствии с экономическим ростом. Экономист Вячеслав Иоаннице ранее заявлял, что если уровень индексации пенсии будет ниже, чем рост зарплаты, то с повышением пенсионного возраста суммы, которые получают пенсионеры, будут сокращаться. Чтобы не допустить такого несоответствия, необходимо повысить пенсии на 40% от средней зарплаты в экономике. Представители правящей власти сказали, что в бюджете нет средств на более высокую индексацию. Бывший премьер Иоан Кику, комментируя это решение, заявил, что в Молдове впервые за последние 15 лет пенсии были проиндексированы ниже уровня инфляции, в то время как зарплаты министров в 2023 году были увеличены дважды, достигнув 50 тысяч леев. Необходимость повышения зарплат министрам и сотрудникам министерств правительстве объяснили массовыми увольнениями с государственных должностей, а также тем, что зарплаты министров относительно низкие. Усилия Евросоюза по укреплению вооруженных сил Молдовы. Страны ЕС одобрили помощь в размере 41 миллиона евро для поддержки нашей армии. В пресс-релизе Совета Европейского Союза говорится, что запрос на эти цели поступил от молдавских властей, в дополнение к предыдущим, на которые также были выделены десятки миллионов евро. В пресс-релизе Совета Европейского Союза говорится, что эта мера направлена на финансирование поставок нелетального оборудования, в том числе средства мобильности, системы воздушного наблюдения, средства радиоэлектронной борьбы, логистика. Она направлена на то, чтобы позволить вооруженным силам Республики Молдова повысить свою оперативную эффективность, ускорить соблюдение стандартов ЕС и совместимость. И таким образом лучше защитить гражданское население в кризисных ситуациях и чрезвычайных ситуациях. Также в заявлении отмечается, что предоставляемая поддержка направлена на укрепление возможностей Молдовы в области участия в военных миссиях и операциях ЕС в рамках общей политики безопасности и обороны. Совет Евросоюза подчеркивает, что Республика Молдова запросила эту поддержку в феврале прошлого года, и она дополнит другие меры помощи, принятые в мае 23-го года, июне 22-го года и декабре 2021-го. ЕС обязуется оказать Молдове всю необходимую поддержку в решении проблем, с которыми она сталкивается вследствие войны России с Украиной, а также в укреплении устойчивости, безопасности и стабильности страны перед лицом дестабилизирующих действий России, отмечается в заявлении. Следует отметить, что это не единственная военная поддержка Республики Молдова, которая, согласно Конституции, является нейтральным государством. Нынешняя военная помощь от Евросоюза последовала после того, как 4 марта между Молдовой и Францией было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Французская сторона пообещала увеличить помощь Кишиневу в сфере обороны, а также открыть в молдавской столице свою постоянную военную миссию. Новая финансовая помощь от Евросоюза на поддержку вооруженных сил Молдовы последовала всего через год после того, как Совет ЕС одобрил выделение аналогичной суммы в размере 40 миллионов евро в мае 2023 года на оборонные нужды. Эти средства, которые поступят в течение трех лет, предназначены для оборудования материалов и услуг нелетального характера для подразделений вооруженных сил Республики Молдова, включая техническую подготовку по запросу. В то же время в конце прошлого года министр обороны Анатолий Насатый объявил, что второй радар для наблюдения за воздушным пространством стоимостью 20 миллионов евро поступит в нашу страну в конце следующего года. Под занавес 2023 года Кишинев приобрел на средства из госбюджета у одной из французских компаний первый радар для наблюдения за воздушным пространством стоимостью 14 миллионов евро. В июне 2022, через несколько месяцев после начала военных действий на территории Украины, Евросоюз также одобрил военную помощь на 40 миллионов евро. В 2023 году национальная армия была усилена бронетранспортерами, пулеметами и беспилотниками. Оборонный бюджет Молдовы в 2024 году составляет почти 2 миллиарда леев. Для оборонного сектора был выделен 1 миллиард 960 миллионов леев, что на 262 миллиона больше, чем в 2023 году. При этом, например, на сферу образования бюджет был сокращен на 524 миллиона леев по сравнению с 2023 годом. Сельхозпроизводители жалуются, что получение гуманитарной солярки, предоставленной Румынией, проблематично. Аграрии со всей республики смогут забрать топливо только из Каушан. А за его транспортировку до конечного пункта придется выложить определенную и немалую сумму из собственного кармана. Для этого, как признаются некоторые фермеры, им приходится арендовать бензовозы в складчину. Подавшие заявки и оформившие необходимые документы 15 аграриев из Новоаненского, Бессарабского и Криурянского районов получили накануне примерно 40-45 тонн дизельного топлива. Лучше, если бы это случилось раньше, и нам не пришлось бы брать кредиты. Но и так хорошо. Слава Богу, что поступило. Мы и так ждали этого два года. Поздно. Фермеры уже давно работают на полях. Многие закупали солярку, когда не было ясности с ее получением. Но все равно это намного лучше по сравнению со срочными кредитами, которые практически не работают. Глава агентства материальных резервов Марин Лисы рассказал, что топливо поступает из Румынии частями. Первый состав из 26 вагонов цистерн весом 1336 тонн прибыл в Молдову 29 марта. Следующую партию примерно таким же объемом ждут на этих выходных. Еще один состав должен прибыть до конца следующей недели. Марин Лисы рассказал, как распределяется солярка. Выдачу конечным бенефициарам мы планировали начать с южных районов Республики Молдова. Учитывая этот факт, что они пострадали больше всего из-за планированных к раздаче 4 тысяч тонн, дистоплива примерно 2-200 будут распределены в южный район. Остальные объемы будут распределены последовательно в центральные и северные регионы Республики, где находятся наименее пострадавшие районы. Получить долгожданную помощь, как выясняется, не так и просто. Глава агентства материальных резервов говорит, что солярку можно забрать только из Каушан. Таким образом, транспортировку дистоплива аграрии должны обеспечить до конечного пункта самостоятельно. Эти бензовозы, они оплачиваются самими аграриями. Здесь не будет так, как было в 2020 году. Здесь все будет оплачено, и провоз, и аренда, все. Каушан, штефам воды, они не но и можно еще получить своим транспортом, потому что тут близко. Дальше уже нерентабельно получать, особенно большие объемы. С Кагула или с Аргеева, откуда-то оттуда приезжать сюда за топливом на малых, нет смысла. Ехать из Единиц или Дроки, чтобы получить тонну солярки в Каушанах, очень сложно, очень дорого, оно того не стоит. Поэтому фермерам надо кооперироваться, чтобы арендовать грузовик, у кого его нет. Сотрудничать с компанией, которая хранит солярку, и распределять топливо как можно быстрее, чтобы было куда разгружать следующую партию солярки, которая придет в субботу. Сотрудничать с моторами, которые уже требуются в субботу, с Ай-Белокс и дискарката, латимб. Представители топливной базы в Каушанах рассказали, что в среднем цена на перевозку топлива в бензовозе стоит от 26 до 28 леев за километр. К примеру, довезти солярку из Каушан в Бельце будет стоить от 6 до 10 тысяч леев, без учета на оценке аренды самого транспорта. Тем более, что самих бензовозов ограниченное количество. Еще одна причина, по которой аграриям буквально придется скооперироваться, это скорость получения топлива здесь, на месте. Если у вас там бензовоз имеет калибр 5 тонн, к примеру, то вы должны собраться несколько предприятий, чтобы это количество составило, допустим, 5 тонн. Потому что в таком случае просто тебе заливают, видите как, сразу по калибровке. И это быстро, это 5 минут. А если ты будешь брать, то есть, как бы, чуть не канистрами, скажем так, то это получится через колонку. А через колонку это долго, то есть 2 тонн это 2 часа. Всего по республике на получение топлива подали заявки в агентстве интервенции и выплат для сельского хозяйства более полутора тысяч фермеров. Напомним, что в ноябре 22 года Румыния объявила о предоставлении материальной помощи в виде 4 тысяч тонн дизельного топлива молдавским фермерам, пострадавшим от засухи. С тех пор власти Кишинева не раз заявляли, что предприняли ряд мер по ввозу дизтоплива в республику Молдова, но безуспешно. Власти организовывали тендеры на заключение контракта по хранению дизтоплива, но желающих участвовать в конкурсе не было. В середине февраля министр сельского хозяйства Владимир Боля объявил, что власти нашли лишь одну компанию в Каушенах, у которой есть мощности и возможность получить это дизтопливо, чтобы обеспечить его загрузку и разгрузку. Я крайне негативно отношусь к любым необоснованным ограничениям, которые не основаны на законе. Считаю это политическим решением, не имеющим ничего общего с законом. Если вы обратитесь в Европейский суд по правам человека, вы обязательно выиграете. Так прокомментировал закрытие пятого канала бывший судья ЕСПЧ Станислав Павловский в интервью нашему телеканалу. Я очень негативно отношусь к любому необоснованному ограничению, которое не основано на законе и применяется у нас в стране. Как бывший судья Европейского суда, я прекрасно знаю, что для применения ограничения оно должно быть прежде всего прямо предусмотрено законом. Не подразумевается, а быть предусмотрено. В нашей стране законы сформулированы красиво, но на практике не соблюдаются и применяются ограничения, не предусмотренные этими законами. Поэтому я более чем уверен, что в случае, если этот телеканал, как и предыдущие 12, если дойдут со своими жалобами до Европейского суда, то их ждет неоспоримая победа. Похоже, на медиарынке остались только телеканалы, которые хвалят или просто не беспокоят власть. Всем остальным заткнули рот. Что вы думаете об этом? То же самое, абсолютно то же самое. И самое страшное, что мы являемся свидетелями введения цензуры со стороны государства. Это первое. И второе. Начинается продвижение самоцензуры среди журналистов. То есть журналисты не свободны в формулировании мнения, в сборе информации, в ее распространении в обществе. И с этой точки зрения мы не можем говорить о соблюдении права на свободный доступ к правосудию у нас в Молдове и к свободе слова тоже. Насколько законно, чтобы некий совет по инвестициям приостанавливал вещание телеканала? Или это политическое решение, не имеющее ничего общего с законом? Я считаю это политическим решением, не имеющим ничего общего с законом. Подобными примерами они создают очень и очень плохую репутацию Республики Молдовы и отпугивают потенциальных инвесторов, потому что бизнесмены из других стран наблюдают за тем, что происходит в нашей стране. Тем более, что сейчас власть на каждом шагу кричит и просит приехать в Молдову. Это такое хорошее место для инвестиций. И тут, оп, создают такие примеры. В стаде древности, кто может решить удостоверение или отзывы лицензии на вещание телеканала? Вообще, в демократическом государстве, основанном на принципах верховенства закона, отзыв лицензии и закрытие телеканала должно быть чрезвычайной мерой, когда применение других мер просто невозможно. Когда была применена одна мера, вторая, третья, четвертая, десятая, и телеканал не изменил своего поведения или политики, или метод процедуры, и только тогда в качестве исключительной меры. У нас до этого не доходит. Такого рода ограничения применяются, как я сказал, без юридических оснований, без разумного обоснования. Хотя обычно это решение должен принимать суд. Так должно быть в нормальной цивилизованной стране. Практика закрытия телеканалов продолжается. Почему все же власть злоупотребляет своими возможностями и поступает подобным образом? Власти Республики Молдова изобрели инструмент политической борьбы, которая называется ложь. Они распространяют ложь направо и налево. И сейчас, если возникает телеканал, который начинает говорить правду и показывает ложь, которую распространяет власть, этот телеканал представляет собой высокую угрозу для власти. И тогда в чем решение? Закрыть тем рот? Как? Приостановить вещание? Закрыть? Распустить? Отстранить от участия в выборах и так далее? Должен ли премьер Дарин Ричан и все, кто проголосовал за закрытие 13 телеканалов, понести за это ответственность? И о какой ответственности может идти речь? В нынешних условиях существуют определенные обстоятельства. То есть, даже в теории мы не можем говорить о какой-либо ответственности. Срок давности по такого рода делам, то есть мы говорим о злоупотреблении властью, может быть очень длительным, по меньшей мере 10 лет, может быть и 15 лет. И говоря теоретически, они могут быть привлечены к ответственности со временем, после смены этого состава власти. Молдова является кандидатом на вступление в Евросоюз. Мы стремимся к европейским ценностям и стандартам. Разве таковы ценности, к которым мы стремимся? Народ, чтобы стать адептом европейской интеграции, должен почувствовать на себе преимущества этой интеграции. Один из недостатков этой власти в том, что она не научилась говорить с людьми. И когда я говорю о дискуссии с людьми, я имею в виду и народ, и дискуссии с политическими оппонентами. Нужно говорить, нужно убеждать, приводить аргументы. А не так. Силой, обысками, арестами. Это не метод. Европейская интеграция — это не про развитие политической партии. Европейская интеграция не про отстранение 6 тысяч кандидатов от участия в избирательной гонке. Европейская интеграция — это прямо противоположным. Это политический плюрализм, это демократия, это права человека, это свобода выражения мнений, защита прав журналистов. Вот что такое европейская интеграция. Республика Молдова сможет создавать искусственные дожди для борьбы с засухой. Госсекретарь Минсельхоза Василий Шарбан рассказал, что новая технология предполагает оснащение беспилотника активными веществами, такими как соль или смесь различных солей, которые будут распыляться в облаках, чтобы вызвать дождь. Это пользы не принесет, предупреждает при этом эколог Анатолий Прохницкий. По его словам, искусственные осадки разрушительны для окружающей среды, особенно для человека. В Молдове хотят создать специальный беспилотник, который будет вызывать дождь в облаках, не содержащих осадков, сообщил радио Молдовы Василий Шарбан, государственный секретарь Министерства сельского хозяйства. По его словам, беспилотник будет оснащен химическими веществами, которые, вступая в реакцию с облаками-катализаторами, будут вызывать дождь. Шарбан заявил, что эксперимент проводится в сотрудничестве с румынскими экспертами. Мы хотим распространить его по Республике Молдова, потому что сейчас разрабатывается беспилотник молдавского производства. Картриджи для активного реагента, которые будут установлены в беспилотник, уже импортированы. Мы ждем завершения испытаний беспилотника, чтобы двигатель прошел минимальный пробег, после чего приступим к немеханическим испытаниям, сообщил госсекретарь Минсельхоза. Шарбан привел в пример Румынию, которая за последние два года сумела внедрить эту технологию, вызывающую дожди с помощью авиации. Он уверен, что опыт соседней страны поможет Молдове быть более устойчивой к засухе. Однако эколог Анатолий Прохнецкий считает, что технология должна быть использована только в чрезвычайных ситуациях, таких как сильная засуха. Чтобы в Молдове было больше дождей, нам нужно больше лесов. В этом отношении у нас не все так хорошо. Такие дожди, они не приветствуются, потому что последствия могут быть разрушительными для почвы, для растений, для воздуха и для климата. Потому что вся составляющая, искусственные последствия, конечно же, будут. Исследования еще не проводились, но время покажет. Информации пока нет. Кто-то подал идею, чтобы создавать в Молдове дожди, но исследований и информации никакой. А логически рассуждая, это не принесет пользы. Все искусственное не приносит пользы. Эколог Владимир Гараба говорит о некоторых рисках, связанных с искусственными дождями. Есть риск, что дожди могут быть иногда более сильными, как это уже случалось во многих странах, когда распылялись соли. Они разгоняли дожди сильнее, чем ожидалось. Это первая опасность. Говорят, что соль наносит вред окружающей среде. Что она может повлиять на сельхозкультуры, на землю. Концентрация соли может увеличиться в почве. Василий Шарбан не ответил на наши звонки. Мы попытались узнать, у него проводились ли перед анонсированием проекта исследования, в том числе о воздействии на окружающую среду. Что, как уверяют молдавские ученые, является обязательным. Любой проект должен проходить экологическую экспертизу. Очевидно, что представленная информация имеет долю популизма. Я лично не видел этого документа, поэтому ничего не могу сказать. Еще раз повторю, что этот документ об оценке воздействия должен быть изучен и обсужден. Искусственный дождь стал обычной практикой в нескольких странах, включая США, Китай и Индии. Используется для различных целей, в том числе для борьбы с засухой. Этот эксперимент в Румынии впервые провел физик Штефани Моричано в 1931 году. Министр здравоохранения наложила дисциплинарное взыскание на руководителя одного из учреждений за использование в работе электронной почты российской платформы. Но приказ был аннулирован в судебной инстанции. На что Анна Немиренко, выложив пост в социальных сетях, обвинила судей в коррупции. Я применила дисциплинарное взыскание в отношении главы стратегически важного для республики учреждения, которое сразу после начала войны отправляет информацию о запасах страны в определенном районе, не с официальной защищенной электронной почты учреждения, а с Мейл.ру. И суд отменяет приказ о взыскании. Неудивительно. В юстиции, как и в медицине, есть разные. Профессионалы, заслуженные люди и другие, дружащие с коррупцией и ценностями в желудке. Радует, что многие относятся к первой категории, написала Алла Немиренко. В чьи обязанности входит управление системой здравоохранения, у которой так много нерешенных проблем. Среди них кризис кадров, усилившийся за последние три года, согласно данным профильной федерации профсоюзов. В Молдове не хватает тысячи врачей и примерно столько же медперсонала. Другой острой проблемой в системе здравоохранения является коррупция. На это указали 50% респондентов опроса, проведенного в прошлом году компанией Magenta Consulting. Кроме того, опрошенные жаловались на стоимость лечения, низкую квалификацию специалистов, недостаток оборудования и условий труда, нехватку медперсонала и лекарств, бюрократию, отсутствие инвестиций в здравоохранение и низкие стандарты гигиены. Что касается использования электронной почты Mail.ru, о которой говорили журналисты на недавней конференции Майи Санду, то президент тогда назвала это проблемой и попросила адреса и имена людей, которые ее используют. Молния ударила в самую известную в Нью-Йорке скульптуру, статую Свободы. Это случилось 3 апреля во время дождя с грозой в крупнейшем городе Соединенных Штатов. Судя по фото очевидцев, в социальных сетях разряд пришелся на факел в руке монумента. Кадры и видео с места происшествия, на которых виден впечатляющий эффект от молнии, быстро разлетелись по соцсетям. Как пишет местная пресса, в результате удара повреждений на статуи Свободы не зафиксировано. Она надежно заземлена. По данным Департамента парка в столице одноименного штата, статуя регулярно выполняет роль громоотвода и приспособлена к подобным инцидентам. В пояснении пресс-служба добавила, что находиться внутри комплекса в непогоду было безопасно. Никто не пострадал. Субтитры создавал DimaTorzok